хочу вам показать как я буду делать пробник для проверки оптопары. часто возникает у меня ситуация когда необходимо проверить оптопару. схему я выбрал самую простую. для какой цели? для того чтобы использовать самые доступные для этого элементы которые есть в хозяйстве. все это есть в наличии например светодиоды взял из какого-то бывшего из какого-то компьютера бывший power led из какого-то оборудования еще один светодиод взял питание 5 вольт по схеме это какая-то старая зарядка вот самсунга причем сам старого самсунга с широким разъемом нигде не используется и оттуда возьму питание все вставлять в разъем решил не брать специальный разъем для платы в высоком случае на первое время взял два разъема от вентиляторов полно у меня разных сломанных вентиляторов я особенно не выбрасываю оставляю в этом случае разъемчики такие два вот таких разъема склеил один друг друг склеил обыкновенным суперклеем просто намазал суперклеем склеил навстречу друг другу смотрите какая ситуация я померил что вот как раз они будут сюда входить входить хорошо вставил скорее всего придется придерживать посмотрим как этот вопрос будет решаться и можно проверять оптопару необходимо будет только отметить где здесь будет первый контакт первый контакт можно увидеть по маркировке в маркировке есть обязательно точечка точечка и смотрите точечка возле первого контакта и контакты идут по против часовой стрелки 1 2 3 4 что я планирую я планирую сюда как какой-то у меня остался чехол от выжжа разъема почему-то его разобрал уже не помню какая причина сюда вставлю сюда вставлю таким образом этот почему я так взял а вот сюда вставлю 2 светодиода 1 2 и будет такой приборчик с использованием 5 вольт для того чтобы не использовать батарейку я использую зарядное устройство которое валяется думаю что от старых мобильных телефонов у всех валяются и отрезал разъем и буду использовать когда начну сейчас уже собирать его продолжу видео покажу подробное описание так что получилось схема видно все по схеме я сделал значит средние два контакта это вот будут у меня эти обозначил я черным первый контакт чтобы не перепутывать два средних соединил это будет второй третий контакт и соединил с минусом от блока питания минус блока питания сейчас даже подключен плюс от блока питания это средний провод подсоединил сюда сопротивление нашел 1.1 килоомб ну как раз подойдет и на плюсовой провод светодиода как определить что он плюсовой собственно можно посмотреть по длине ножки если посмотреть на стандартный светодиод то у него одна ножка обязательно длиннее это плюсовая ножка одна короче но что делать если у вас это бушные светодиоды с отрезаны допустим уже ножками два метода можете на просвет посмотреть внутри светодиода есть такая тарелочка это минус если даже это вам сложно сделать просто подключите как-нибудь если не горит вы подключили неправильно можно подключить допустим вот так не загорелась значит вы перепутали полюса подключаете так горит все значит вы узнали где плюс где минус от этого светодиод не пострадает если правильно подобрано питание и резистор в данном случае резистор подобран правильно я пробовал 0,5 килоом пробовал 1 килоомб работает нормально и так и так сюда поставил 1 килоомб значит сейчас я уже вставил в розетку как уже говорил от плюса через резистор от плюса через резистор идет на плюс светодиода одного и второго и минус светодиода идет на на общий минус светодиода идет на эту и на эту сторону на эту и на эту сторону схема я подключил в розетку блок питания есть у меня вот допустим это то что я нашел уже у себя выпаянное вам поставлю так светодиоды потом это все соберу до кучи и покажу что получилось но для тестирования этого достаточно значит здесь у нас просто полоска это там где первый видим обратите внимание я вставляю горит один светодиод второй не горит посмотрю видно вам это или нет видно один горит второй не горит включаем другой тоже выпаянный у меня валялся оба загораются этот это оптопара рабочая это вышла из строя ну пригодился как для показания как работает тестер оптопара сейчас все соберу в этот корпус будет немножко красивее благородно выглядеть но и будет удобно использовать его потом сниму как что получилось в конце так я собрал устройство полностью уже запаковал сюда термоклеем прихватил все элементы для того чтобы было устройство закончено сейчас могу показать как она работает включая в розетку блок питания как уже показывал вставляю один видим что загорается один светодиод но загорается светодиод только на стороне светодиода на фото транзисторе не загорается включая второй загорается оба таким образом можем увидеть что обе стороны оптопары обе стороны рабочие один из них рабочий другой нет такое устройство в принципе это заняло у меня наверное час полтора со всей подготовкой и со съемкой делал я два дубля потому что перед этим подготовил один блок питания начал включать не работает оказался что блок питания вышел устроен не сам блок питания а камер блок питания вышел из строя собственно блок питания валялся а кабель в блоках питания samsung хороший поэтому у меня появился я попробую его снять и сделать ну а взял другой блок питания тоже валялся у меня дома вот таким образом можно сделать прозвонку для октопар который помогает в ремонте особенно блок питания